сука ебучий казино стримеры блять сын блять дерьмом нахуй как бы убирали в смысле кабаны эти кабаны не заебались 4 часа подряд ебать они если бы не они мы бы блять ну просто половину бы точно а вы раком не весили это по братки раздерил а не малюсень блять азим сука говорит раки огромные блять кому пишешь максим огромный чё кому пишешь телефон не блять за прическа называется твоя мама ладно не у меня прическа сын блять я в дубае постригся и записал на видео эту прическу и буду всем показывать что меня так стреляли разъем было мне понравилось да только надо ее найти изначально его член у нас сколько стоит прическа в дубае о бля не помню за долларов 50 наверх это очень дорого это дорога 3000 рублей ну конечно вот типа для дуба 33 200 рублей я не помню очень дорого но кучу стричку стоит ну типа 800 900 ну прям пиздатый барбершоп ну полторы пищи но прямо это прям а 3 200 3 400 это дано 3 тысячи гривен и это барбершопт сколько сколько в смысле почти за 100 долларов ну 7000 рублей многие люди до сих пор стригутся типа там за 200 я тебе говорю я вспомнил историю для но если так подумать ебать парикмахер неблагодарные работы ты стрижешь людей тогда хуя и можно заработать но прям нихуя но в деревнях и далее куда ты перебиваешься ты целый парикмахерских прикинь там люди стригут мне кажется других клиентов там я не знаю на протяжении восьми часов в месяц получают 1015-20 да бля это пиздец сложная работа неблагодарная пиздец но это же несложно зато это несложная работа не ну почему физически несложная могу на ногах стоять только заебаешь я когда-то работал мясо комбинате пацаны и мясо комбинате был период когда я очень сильно следовал за своим первой девчонкой и мне на была работа и мне взяли стажером просто продавать мясо понял там был тип который меня учил я в 6 утра пришел к нему на работу мы расставляли мясо меня учили знаешь не мясо там колбана колбасным стоял понял это надо было так все уметь идеально понял тебе говорят вот я хочу 300 грамм и ты должен был врезать 300 грамм просто на глаз чтобы остатков не было потому что если кусочек перережешь этот кусочек не купят и ты стоишь на ногах это я тебе клянусь да и ты стоишь на ногах брат 7 утра потому что ты разгружаешь мясо мясо хвываешь морозилки и так далее ты на мясном до 10 вечера 7 утра и знаешь чем прикол ты не можешь присесть потому что там есть хозяйка этого магазина который смотрит и она всегда сидит на камерах и смотрит сядешь ты или нет понял из она за это ебет типа хуй сидишь например которые там ты отрезал не 300 грамм а 320 не ну возьмут возьмут не я я имею ввиду что остаток который остался чуть поменьше допустим от кусочка его могут не взять потому что слишком мало да не но все просто либо килограмм либо полкило никто не просит 250 брат и очень поверь в деревне совсем деревне могут в любом случае просят плюс минус ровное количество ты берешь килограмм мясо режешь на пополам еще на пополам есть такие мелочные люди я встречал я даже вот в дубае был подруга пришла я пришел купить себе просто вель для бритья вся хуйня просто пикнуть карта и все а была женщина в дубае я смотрел она набрала блять ебать столько всего но она говорила на русском языке говорила не знаю откуда она была и она типа блять слип и вот так это это не тут на пару дирхам дороже это не надо и вот так по мелочи а такс 3 есть говорит ну да есть а сока с такс 3 я получу ну дирхам 10 а это сока там это 200 рублей до оформляйте и минут 10 и оформляют на все товары такс фри вот эти мелочные я стоял блять меня глаза так думаю блять суть ее изменят эти 200 рублей а потом понимаю когда я работал в этом мясном не когда я работал в мясном понимаешь тоже были люди ты влежаешь 310 грамм не говорит не давать 300 и ты типа блять кусочек врезаешь вот остается вот такой кусочек понял и ты его не продашь все он в утиль куда его куда его не куда сажать не брат ну что куда сажать и куда этот кусочек а хозяйка прикинь насколько хозяйка была что у нас сидела на камерах и смотрела сядешь ты или нет что ты не сидел ты всегда должен стоять 7 утра до 10 вечера потому что вот 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 именно в чем логика понимаешь логики нет просто она наверное любила власть управлять тобой тобой брат потому что ты у нее работаешь это ее магазин и она может тебя выебать за любой момент какой контракт какой контракт и шубе балл какой контракт мне там пришел взял там не такие полноценные контракты ты должен там врезать мясо ты должен то те оформляют по трудовой книге все ты там работаешь там нету таких контрактов на можете ебать за любую хуйню типа пиздец это было знаешь когда это было 2015 год я типа один день поработал простоял второй простоял ушел и меня не взяли на работу потому что видите ли я хуёво работаю я такой думаю ну и хуй с ним а мне там было 200 гривен в заначке ну блять прорвемся но это просто пиздец я просто искал работу где-нибудь но работа там короче зарплата была что-то 2000 гривен в месяц и неделя через неделю а неделю через неделю не две недели две недели работы две через две или недели через неделю что-то такое примерно до 2 2 с половиной где-то да да примерно так не серьезно мужики это такое было а когда я работал барменом что ты сидишь как в школе короче я работал барменом это первая моя такая работа знаешь не сфере строительства не мой друг василий установил и меня была зарплата 10 процентов отказы а за как раз она могла быть в понедельник 10 гривен 100 гривен да ну 100 гривен а 100 гривен это 10 гривен и заработал за 12 часов на ну просто 110 гривен за 12 часов я поню иду понедельник домой зима клиентов не был значит и просто я такой я просто 12 часов жизни в ебал никуда просто пиздец и мне там не кормили надо было тетя надя помню эту и вот эта привычка быстро хавать я не брал еду не знаю мама не носила и я не брал что-то я говорил это не надо я был худым меня тетя надя там борщика сварит на продажу говорить иди поешь в обед иди поешь я вот так заходил три бутерброда с мазиком пам-пам колбасочки этот борщ бля и вася он такой вкусный я душу ебал нахуя его употреблял и этот борщ вот так эти бутербродики быстро хавал потому что клиенты могли прийти так заработал зарабатывал себя на заочку на самый прибыльный месяц был это пиздец это новый год даже когда мой кент выходил новый год работать после нового года в три дня я должен быть был уже на работе я пущу новый год бухаю мы бухаем как черти блять я ложусь 8 встаю в 3 бегу на работу опаздываю прихожу смотрю вот стол таких три стола в ряд вот так понял куча еды я такой ебать я тупо чтоб ты понимал я сейчас буду на я в три часа пришел на работу я с трех до восьми это все только убирал этот стол эти тарелки это все блясва также 4 тысячи какие четыре тысячи десять процентов отказ и брат неделя через неделю но неделю самая дефолтная неделя была 500 гривен 600 я учился в универе это не конец я это расскажу и короче чтоб ты понимал я это все убираю я смотрю под стол там какие-то калюжа дерьма болото потому что зима я это все пока отмыл приходят типы на второй день понял на второй день второй день это типа ну дальше праздновать новый год я обратно это все накрываю делаю но они мне по 50 ебали но это самая выгодная неделя была потому что за эту неделю и заработал 2000 гривен предновогодняя каждый день были тусы бухло вау движку я помню приходит ко мне дима майке говорит виски есть а там виски 50 там 100 грамм но не не 50 гривен 20 или 15 гривен 50 грамм я ему достаю виски понял бутылка бутылка 300 гривен а у меня чай там есть я короче достаю эту бутылку и крышка была не закручена эта крышка остается в руках и это бутылка пупа я понимаю что я уже неделю в минусе наработал минус на неделю нужно мы делали пересчет всего товара пересчет всего и там если минус зарплаты высчитывают минус у меня никогда минусов не было только плюс потом плюс 2 грн плюс 30 я очень послушай как будто за бесплатно работал не я заработал на заочку 2000 гривен и она собирал и поехал на заочную учебу до поехал учиться и на эти 2000 родителей бабок не было зимой отец не работал потому что стройки нет зимой на я был хитрее брат знаешь что я делал кофе кофе в ресторане знаешь сколько 5 гривен стик сделать кофе кофе до стик кофе 5 гривен я в магазине по два покупал и свое продавал бутылка водки знаешь сколько литр было 90 гривен а литр в магазе 40 я покупал две своих бутылочки да чуть-чуть подвориться понял но ничего не все нормально было даже покрышки в себе да конечно в себе не ни разу я очень я знаешь если воруешь по чуть-чуть вору не надо все сразу я вот так по чуть-чуть пам-пам подка ну по чуть-чуть дай ну блять вазь за 10 процентов ебать 10 гривен я подумал ебать я что лох и шаши и шалаха нашли и шаши и шачица вот это блять пиздец ну я пару таких сделок сделал блять ну я так себе 500 гривен после каждый раз в 10 заканчивается не в 2 до 12 я работал заканчивается я в клуб сразу водка с колы водка с соком апельсиновым два бокальчика пускал стоял на барной и шел домой просто или с друзьями попиздил все вот такое было такая движуха еще понял был момент где я заработал 100 гривен пришел мужик купил у меня литр водки за 90 что-то постоял бухой и отнес мне эту литр водки обратно и ушел если просто спизил 90 я такой был счастлив брат и даже не представляешь за эти 90 гривен ебать мой ебать я смотрю мой кэш такой это второй к 1 курс птум после язвы но это был вот 16 не 15-16 год такое что-то было да а был еще моментик мне в тот момент нравилась одна девчонка я сейчас расскажу историю причем я ее до сих пор на нее подписаны ему его показать я любил одну очень к девчонку классную рыжую блять пиздец души не чаял аж так настолько сильно любил но я не страдал по ней понял но мне было страшно к ней подойти страшно с ней говорить потому что я боялся не знаю мне был какой-то страх но когда я был рядом с ней просто в одной компании я испытывал такие эмоции ебнутые не так хотелось жить просто так охуенно но когда ее не было мне было похуй но когда с ней было еще лучше но типа я понимал что нам с ним не по пути потому что она и бухать любила да и блятью она была да и принципе она на меня не смотрела потому что я был такой застенчивый и такой момент подвернулся мне я приехал за очки и не дрочил три недели это единственный мой наверное когда я не дрочил три недели я был настолько уверенный в себе я пришел в клуб бухать я выпивши вижу она танцует медляк я влетаю к ней на медлячок танцую с ней медляк так охуенно а мне отнять я и такой кайф испытал брат пизда такой кайф блять я того душу ебал такой кайф бро я не передам словам я помню это эмоции я думаю ебать я крутой это из то что не дрочил или что вместе танцуем выходим на улицу а у нее была подружка но подружка была такая знаешь типа как кент короткая стрижка джинсовка кент понял типа пацан пацан когда такая пацанка и такой момент а на тот момент когда я вот это все делал у меня была моя бывшая с которой мы просто там трахались ничего личного просто секс без отношений и мне не ловилась и слушай момент короче я иду с этой рыженькой и с этим пацаном и они вкидывают такую понял для ну нам ночевать надо идти очень далеко там другое село 5 км а я очень добрый типу вы так погнали ко мне вдвоем типа домой мы не такие ну ладно я их провожу маме говорю типа маме смолой новой вся завожу их на второй этаж у меня такая кровать небольшая ну где-то примерно как вот это понял вот так покажу че то чтобы они понимали я ложу их они даже ложатся неправильно на кровать не вот так а вот так понял как то блять странно они ложатся спать а я понял я такой скромный я его первых делать нихуя не хотела ну и блять ну как сделать там тип этот лежит блять малая тип и это малая которая мне по кайфу она увязалась за ней и они там спят я блять в кс играл понял я за очки приехал игры не играл только первый день я в сур сыграл сериал смотрел и уснул и такой моментик моя племянница проходила рядом видит я сплю и и две этих подруги и она себе на ус намотала проходит время эти подруги я их напоил кофе они просто сибались мы дальше диалог не поддерживали и такой момент я работаю этим барменом приезжает ко мне моя малая вот это с которой только ту лился понял не в отношениях и моя мама и племянница проводили ее типа на вокзал они вместе должны были ехать винницу и мама пошла одним путем а моя вот эта малая очень хитрая она взяла племянницу с собой и пошла другим путем чтобы узнать понял и моя племянница все рассказала говорит я захожу в комнату а там артур и две девчонки спит и она мне предъявляет эту хуйню говорит ты черт ты криса ты хуй сос я говорю послушай ты это пиздёшь что-то на наш это на придумывала блять я вообще не знаю я выкрутился с этой хуйни потому что я помню что мне бывшая говорила говорит ты змея ебаная ты с любой ситуации выходишь чистым я тебя ненавижу за это но не суть да я понял выкрутился с этой хуйни думаю ладно похуй делается все рассказала понял и проходит еще время я барменом заходит от моя малая с которой эти потулился без отношений и этот тип подруга типа ниша таска решились и не заходят мой бар и общаются я протираю стаканчики себе чисто понял я такой думаю блять ну разве ты расскажешь я вас приютил моей типа она знает 6 не встречался потому что моя деревня очень такой тесный город разве ты расскажешь его сука приютил в эту ночь без каких-то плохих целей я даже не вас не трахал ничего не делал нахуй и выяснил газа не трах не ну типа я не у меня не было никаких целей я просто с доброты душевный приютил и держи язык за зубами знаете какой момент она и там рассказывает бро она ему там она этот тип ей там рассказывает она подходит ко мне и говорит ну шо и как поебался с ним по поспал классно повисел пошел нахуй и уходит моя малая прикинь я стою тройки стакан и смотрю на нее на этого типа и такой думаю блять пиздец ебать мне слов не было ничего не говорил потому что все правда но и плюс я нихуя такого не сделал вот такая история но мне есть история с этой брыжи по другой дальше заключение делай да короче заключение в том что как-то ну я не знаю очень-очень но ее как-то любил не знаю это любовь и такой момент настал понял что мы как-то летом затусили мы с пацанами затусили а они тоже там с девчонками тусили и мы все в одном клубе и тут настает короче такой момент что мы в клубе и они в клубе у кого-то днюха и мы все идем на хату и это рыжая там и я я выцепляю эту рыжую говорю останься потому что я уже что-то набрался уверенности знаю в себе а мне мама подарила такую охуенную красную рубашку пиздатую бля разъебную пиздаю мне было просто а альпачо блять и остается остается это рыжая мы сидим на бордюре мы стоим на сидим на бордюре понял просто на бордюре сидим как два опиздала она вот так сидит к глюет по них хуёвана перебухала нам говно и знаешь говорю я люблю тебя я тебя люблю слушай не знаю может я тебя люблю я тебя люблю уже очень много времени вся хуйня знаешь если я тебе не нравлюсь скажи мне об этом скажи мне об этом что ты меня не любишь скажи просто я не могу это держать себе скажешь ты мне не любишь 3 пыри понял она мне сказала фразу не стоит и блюет нахуй просто реает возле меня вот тут я сижу вот тут она сидит и на просто реает понимаешь в этом моменте я думаю ебать крич я чувствую себя пизда как некомфортно я говорю идем парк прогуляемся как раз рассвет уже утро что ты накрешил чёрт и понял мы идем в парк и в моменте она начинает выебываться я не хочу идти и я и говорю знаешь что говорю давай я тебя понесу я понял беру ее беру короче ее пытаюсь взять на руки а я был в любви 60 килограмм понял беру ее на руки что-то нет я бухой не слаблю меня рука дёргает и на утопе зачем бетон просто цемент на пасть ебалом я поднимаю начинаю извиняться на говорит не стоит не люблю когда меня жалеют не надо прекрати хватит власть вот такая хуйня на голове у него выскочила просто вот такая балумба и мы сидим я и она сидит в этой балумбе понял она сидит с этой балумба ебаный мы слушаем музыку я провожу ее домой и она говорит сейчас я посмотрю хозяйка есть я выйду жди меня тут и она уходит я жду минут 10 15 20 30 она моей рубашки я ловлю себя на мысли что она уже не выйдет что она сидел я просто ухожу домой и иду домой и осматриваюсь назад вышла не вышла иду метров пять вышла не вышла уже дошел уже блять почти до ула там там но метров 700 800 вышла не вышла махнул рукой и ушел просто закат я настизил мою рубашку я потом написал была сожги и он нахуй не возвращай мне ее блин ты напишешь вернее но я знаю я инстаграм знаю где она живет сейчас в европе потреба бабки за рубашку типа брат я не вижу прошлое вот это такое заключение истории блин я хотел что-то рассказать я уже добыл нахуй столько времени прошло да я хотел что-то рассказать сейчас я историю расскажу у него история без лет и в универе в универе я даже не помню что про я не помню за шмотки какие шмотки нахуй я в универе гонял в дмиксе блять как будто рандомные слова говорить просто блять какие шмотки нахуй да я уже запыл блять он столько рассказывал сидел мне он рассказывает охуенно пиздец ты чё блять у меня таких историй никогда жизни не было нахуй да было не было потому что не был стать от меня вообще развезло как бы ты реально набухался просто в расслабовую на все узел все вспомнил это про то что наработал в баре и про мою стипендию какая у тебя была степенье ну в три раза больше чем он получал баре мне сколько у тебя было ну ты когда учился уже после одиннадцатого правильно это причем это причем я не отлично было там просто типа надо было закончить семестр без троек короче слышь лой ты рассказывал что ты в баре работа за сколько там месяц ну или там где-то работал что-то там в мясорубку вот тогда на рынке да ты работал за сколько ты весной до за две тысячи две с половиной я короче закончил 11 класс и поступил в саратовский государственный технический сгту назывался он то есть сейчас до сих пор есть я поступил на специальность кто конструкторская технологическое обеспечение там что-то машин строительство короче короче какая-то хуйня и мне такие говорят совету тебе у нас был этот чел который нас там сопровождал типа значка классный руководитель только в универе я тебе совету да 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 вот он угар типа я вам советую закончить типа семестр на хорошо тире отлично то есть типа без стройка такой думаю да нахуй это надо пера семестр вебала второй закончил нормально и мне такой подход игры слушай там стипендии вроде хорошего рисовывается давай ты перес перед пересдашь предметы которые ты сдал в первом семестре на более хорошие оценки я пересдаю и такие ну все типа все ты на стипендии все охуенно я стою кассу прям в кассу стою состоит студенческая за хуйня да я стою в кассе там кого-то там две тысячи рублей полторы три ткану блин нахуй я пересдавал я просто прихожу и мне котлеты вываливают и не просто вываливают за я каждый месяц участь в универе просто приезжает туда на там за две-три пары получал по 15 15 12 13 тысяч рублей в месяц это на тот момент баксов наверное это на тот момент баксов наверное 300-400 я просто я не знаю почему либо власть у нас знаешь какая степуха была 250 гривен в пту строительном и 100 гривен я говорю мам подключи мне интернет я сотку буду платить сам 2 мегабита в секунду сука 21 мне 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 качалась что ты понимал игра качалась 200 гигабайт 200 гигабайт в секунду килобайт на 200 килобайт вот так примерно 250 гривен степуха 100 на интернет и 150 у нас там было гендалок зеленый пончики пару 50 и стаканчик пива 50 копеек или гривна стаканчик пива на 5 мы вот так на степуху залетаем туда сишки вот так два стаканчика пива два пончика с капустой с мясом с кетчупом стоим ебать бро вот понимаешь таких мелочных вещах я помню как я вот это хавал эти пончики зажаренные мрази мы вот хаваем а напротив нас алкаши сидят потому что по 50 наливали но алкаши конченые по 30 40 лет которые уже все у них смысл там въебать эту 50 что почувствовать себя потому что не на кумаре двигаются я до сих пор вспоминаю хот-доги которые халлы возле универа они стоили там типа то ли 35 то ли 40 рублей ебать это самые вкусные хот-доги которые я только ел я до сих пор с юлей мы где-то заказываем хот-доги и все они полная хуя по сравнению с тем что я раньше у нас был выбор мне мама давала всегда в пту уже ценник повысился в школу 2 гривна а в пту 5 уже у меня был выбор между вот таким струделем вот таким с маком он вот такой где-то а там мака не вот такого а мака до хуя больше чем булки я не знаю о булочка с маком я не знаю что это за хлебобулочный цех который мака ебашил больше чем булки это единственный такой струдел я его не видел никогда в жизни сейчас я в киеве вилл для сельпо такой струдел стоит гривен 200 потому что мака потом просто весьма для никого кожура булочки а там именно 5 гривен вот такой мак булка или хот-дог с мазиком кетчупом горчичкой и груда всего-всего туда капусточка корейская морковка охотничая сосисочка блять чуть-чуть помидорки так мелко мелко помидорочки огуречек вот так для вкуса и ты просто вот так стоишь блять думаешь блять и ты этот один хот-дог пиздуешь на весь день и думаешь так сейчас пойду домой мама сучек сварить линейка линейка л2 и будем ебашить блять так охуенно было такой кайф но я таких удобов тоже не находил их нигде не было вообще блять я халл хот-дог поймал возле с универа там была охотничья колбаска огурец помидорка корейская морковка сейчас в любой доставке который ты заказываешь ход-дог там не кладут корейскую морковку да блять сейчас ход-доги делают просто просто мое с горчицу на все блять что это смотрел понял американские вот эти блять фильмы и там ход-дог блять течек майонез ебать что это за нищая хуйня где корейская морковка вообще без наполнений таких невозможно вообще ну ебашить потому что это полная хуйня и кстати про стипендию короче сейчас еще рассказать и когда первый раз получил эту стипендию 15 тысяч а тогда в саратове в энгельсе там типа средняя зарплата была 20 я понимал что типа ну я планы как у типа да 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 как думаю ебать это мой шанс накопить на компьютер я реально полгода откладывал эту стипендию или там год я не помню уже сколько его откатом тратил понял просто на проезд все я откладывал отклад откладывал накопил сто двадцать тысяч и она это на эти бабки купил себе компьютер с видеокарты нет нет я купил себе компьютер там с видеокарты совсем с оперативкой я заказывал там с германии там пытался там нескольких карт используют на тот момент как вам компьютер университет заказывал на компьютер университет с германии да и дешевые были да 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 определенную сумму у нас там было можно максимум на 500 евро заказать а у вас на тысячу я заводил две карты одну на себя вторую на маму я заказал комп и чтоб ты понимал у меня видеокарта которая купил шесть лет или там восемь лет назад она до сих пор стоит здесь сейчас находится на мне в компе стоит я на нее стримлю до сих пор здесь 80 ай она на тот момент только вышла она только вышла я сразу купил здесь она до сих пор стоит и на нее стримы это да я хуй знаю там будет да до сих пор стримы падают лайк конечно блять смысле она не за это поездку тоже стримы что у меня там внутри 4 до не я из я до 1080 8 на то время брок мне когда заслали видео заслали тысячу шестьдесят и просто 960 два раза в виде заслали я просто охуевал моменте просто инвидия говорит чел пишет пиздобол мне домой поехать показать эту видеокарту на 1080 ти и стримы идут вообще охуенно, это мощная карта даже на этот день, просто момент когда я был еще, понял типа юмцом у меня был родион 5670 за 700 гривен у меня карта сгорела у меня знаешь какая была карта? это азолс раком в него кинь а походу нет у нас Вась, никого нет я сейчас, блядь, я клянусь эй, хуня, блядь да не, блядь Вась, я в моменте потом вошу, у меня дурка в моменте ты отсипался быстро я сейчас вышел бы нахуй, посмотрел бы не, там никого не было, понял у меня была карта, просто плата и она сгорела, потому что я запустил игру Just House 2, я вот так бегу первая миссия, у меня кокла так сгорел нахуй, прикинь мне купили 960 РД, РД, короче, Родион 5670, я его помню до сих пор за 751 гривен батя, ну, говорит иди нахуй, иди на, не куплю, не куплю год прошел, он купил и я такой, все, ебу и я такой, играю в игры блядь, в Армол захожу 2, 10 фпс и говорю, батя, обнови мне комп батя поехал, когда-то в Москве работал ремонт обновил комп, приезжает Атлон 4х оперативка 8 гигов 4 гига нихуя я думаю, щас в Арму влетаю 40 кадров блядь слово скилл он 3000 гривен тогда на это отдал там говорят, что скилл всех перебивает я вообще молчу, нахуй что это, блядь? да нет ты что, блядь? сука, кошка, нахуй, как дам тебе, блядь? эшли ты дурак, блядь только просто 80 фалки это докупил что у тебя осталось? 10 минут так у я подвижу со Стасом ну все, иди делай, настраивайся дрочи заходи в дискорд, выводи вебки дальше куда? сейчас я иду настраиваться давай на чипс тебе на 10 минут стрима дают реально? поговори с людьми спасибо нехуяк а где чат у тебя, блядь? ты что, закрыл его? нет, он был я вижу всем привет Азим а у тебя можно зло если что? что надо? что, ебанузы? что, что? что пахнет? это курил он поджег? да это я курил не, горит чем-то, нахуй гоняет давай всем вы поедете или у меня остались? я тебе дам, нахуй ха-ха-ха я, я смотрю, тебе нужно больше состав ау ага здорово всем что там? что там? ха-ха-ха смотри мы зиму оставили что там? а зиму оставили а зиму оставили а зиму приятного, братик? сука тараканов наешься а вот представьте, вот как мы хаваем раков кто-то хава также лягушек и тараканов да да да, реально не, не не, не и жрут же дохуя тараканы жарены да и шо, блять плохо, что ли? ну, таракан пожарен на следующий раз ээ асос иван ахархарх отца тебя только 3лья раз там уже падает ха-ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха-ха함 о там ебан ебан о ебан ты меня что Ash Я я потерялся, блять ебан о Ped drunk он меня шешу подключался Бляля подключался, нихуя себе! Ха-ха-ха! А-а-а! А-а-а! Пиздец! Ой, бляля! Стас, идут, Стас? Стасик! Небач, а мне по животу просто уебашило, у меня телефон вылетел из рук нах** Как, вот так? Да, так это слова Небе... Ха-ха-ха! 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 Слышишь, подожди! Прикиньте, если вы мне пресс пробьете кто-то из вас... Ха-ха-ха! 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 Мы тебе дырку сделаем тебе! Причем со всей силой, если нах** Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! А прикол с ноги, блядь! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! А чё, чё-то мне останется вообще, чё-то останется нах** Не, я бы посмотрел на эту х***** Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Потом бы уже не посмотрел на х***** Ха-ха-ха! Он мне не лошел рукой, у меня ладошки просто вот так вот бэм Я думаю, всё, офигда, я умер, нах**! Ох! Ай, блядь! Алло! Там раки с травой были? Да, блядь! С х*****, блядь, во рту! С лаврушкой! Азин, ты урёс, ел всё? Да! Да ну нах**! А чё так мало взял? Ты не думал даже о ребятах, пиздец! Да похуй, я вообще сладко не ем! Так я и хотел, пиздец! Покушать чуть-чуть! Да? Пошли у него в холодильнике, посмотрим что-то может есть! Нет, надо только пить! У него нет сладкого! А этот магазин внизу работает ещё? Да! Да, дадим тебе! В смысле, зачем? Который час? Восемь! Работает! А до скольки? До девяти часов! А сейчас сколько? Восемь! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Блядь, справедливо! Небать! Небать! Ха-ха-ха! Чивдс го армлрестлинг! Твоя рука против члена врачка! Ха-ха-ха-ха! Просто меня пенис заборит, блядь! Прям на стриме, блядь! Я беру пенис, он меня просто ебашит! А это спортивное состязание, поэтому ты чё можно, понял? Это что? Категорию спорт ставишь и всё! Только не забудь категорию спорт поставить! А если я оденчайно засую его, блядь, чё мёд? Ха-ха-ха-ха! Это же категория будет порно, блядь! Эй! Закрывайся, нахуй! Заебал, блядь! Сиди, сука! Как Outlast какой-то, блядь! Мы как будто просто в хоррор играем Outlast, блядь! У нас есть какие-то квесты, нахуй! Типс! Алло! 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 У меня тут бригада! Да похуй, кого ебёт твоя бригада! Да они так много, да! Алло! Всем привет! До девяти доработает магаз! До девяти! Блядь, надо будет сходить! А такое шоколадки купить? Да я хотел что-то поесть! Ну такое сладкое перекусить! А там сладкое, кстати, дохуя всего есть! Вот в этом внизу! Да, внизу! Кстати, недорогие шоколадки вообще! Да просто похуй, там что-то такое маленькое! Там много есть маленького, большого, блядь! За 100 лир хватит мне! Да, конечно! Да нет, нормально! Тикс! Ай-яй-яй! Просто бицепс! Тикс! Не, если ты реально хочешь, чтобы тебя раздуло, то тебя можно... Да нет, ну как вас-то не раздует-то понятно! Ну как нас-то не раздует, но раздует нормально! Ну чуть-чуть хотя бы, чтобы были эти... Ну, какие-то такие... Ну, зона такая бикини! Сейчас набрать вообще изи! Это вообще легко! Ты наберёшь на копыту! Ебать, ручка! Прикинь! Смотри, подровес! Вот, на, моя ручка, блядь! Смотри, подровес! Смотри, как у меня кисть! Ты видишь, какая она тонкая? А у меня? Ты понимаешь, что у меня просто... Не, ну, кстати... Ну, на твоём фоне, наверное, на самом деле она это... Ты видишь? Ну, как будто такая же, да, примерно? Я же тебе говорю, что у нас кость тонкая! А если... Если взять... Бицепсы? Подожди! Смотри, приплечься! Стой, стой, стой! Дай, как мне нахуй! О, чикс! Блядь! Это что? У меня, блядь! Не, ну, у меня, кстати... Такая... Бесуха, почти как голова, видишь? Ну... Блядь! На самом деле... Ну, нет! Блядь! Загораживает! Пиздец! Ну, я ебал нахуй! Что за блядь, сыс? Макс! Сомбадикал! Ну, у них... Да ты что злой? Макс, Макс! Да! Слышишь? У них бицепс больше, чем моя голова! Что это, блядь? Секс? Кроссовочки, посмотрите! Макс! Да! У них больше, чем у меня голова, бицепс! Я знаю! Пиздец! А интересно, они смогут меня, если вот голову взять мою, сжать... Чипс, они все смогут! Что это за мысль? Нет! Прикинь! Я между ваших бицепсов, головой, и вы меня слимаете бицепсом просто вот так вот, типа! Чё? Ну, типа задавить! Это же вообще охуенно, нет? Нет! Не надо! Не надо! Ну, а вы задавили меня? Ха-ха-ха! Ну, а по одному только? Я был случайно напить, да? Ну, блядь! Я реально напил за пиздец! Да, блядь! Я реально напил за пиздец! Килограмма четыре наберешь! И рельеф будет, да? Чуть-чуть? Ну, у тебя рельеф и так есть, конечно! У тебя будет... Именно просто мышечная масса сухая набираться постепенно! А у вас именно прям и масса или прям даже сила? Ну, то есть, если вот, допустим, я там один на один выхожу с кем-то из вас... Ха-ха-ха! Нет! У меня типа тоже есть! Нет! Просто пример, типа, если бы вот я вышел, допустим, один на один! Блядь! Это очень себе что-то, типа, предполагать! Нет! У меня тоже есть скорость! Скорость руки есть, аморотики, все дела! Противостоять! Может быть! Или прям я просто бы уехал и лег спать сразу! Нет! Ну, может, попытался бы что-то сделать! Ха-ха-ха! Прикиньте, вы меня вот так просто берете, поднимаете и все! Там вообще махаю вот такой фильмом, блядь! Я пытаюсь уже понимать, знаешь, что если именно чел, который занимается, ну, боксом, килограмм 60-70, подготовленный, он может любого разъебать, который весит качок 80-90 килограмм! Ну, тоже верно! Ну, ты понял! Ну, ты понял! В этом, блядь! Ну, ты понял! Я туплю вообще! Тип пишет, пусть братики встретятся с Джавидом и Димой Гречко, и они тоже в Стамбуле! Кто это? Ты знаешь, что это? Ну, Джавид, ну, я Джавид знаю, в смысле, в Ютубе видел! Ну, Джавид это, который, наверное, пародия вот эта, да, снимает? Типа там... Да! Не, это я знаю, да! А Дима Гречко кто это? А я не знаю! Я тоже не знаю! Какой-то, походу, может быть, такой тип накачивает! Может, какой-то кентик накачивает! Да, скорее всего! Какой рост спрашивает? Метр семьдесят семь! Дима Рис! А, Дима Гречко с командой А! Ну, я не знаю, если честно! Не, я тоже честно не знаю! А что, он здоровый? Опа! Сикс! Ой, блядь! Я наелся пиздец, конечно, вообще! Я наелся так пиздец, что я просто не могу стоять! Да! Они пишут, он здоровый, типа! А соли расстроена? Может, в этом соли не было? Вот на стрим к Артуру! А он что, стримит уже или что? Он же и в девять сказал! Сколько времени? Восемь! Он всех наебал, блядь, или что, козёл? Он сказал, восемь будет! Да ну нахуй! А, реально? Восемь, да! Вообще, ебать! Понял? Ой, блядь! У меня нету цели раскачаться до огромных размеров! Так у меня тоже нету цели! Я бы просто немного позанимался! Чтобы набрать просто массы! Ну, мне обязательно... Я с удовольствием тебе подскажу, помогу! Мне не обязательно быть здоровым, прям, типа качком! Понял? Ну, типа... Эта форма у нас, она... Лет семь просто её поддерживает! Да! Так у вас надо поддерживать! У вас именно нужно! Прям! То есть вы, прикинь, вот резко вы перестали заниматься! Да! Что было бы? Ну, через месяц... Были моменты, где мы ещё в месяц вообще ничего не делали! За месяц бы у меня ничего не ушло бы! Да? Да! А за год? За год! Я через месяц сдулся бы! До любого человека! Не! Подожди! Сдулся как? Просто, наверное... Мышцы тела не нужны! Понял? Они просто как балласт ебучий! То есть ты, когда жрёшь, они у тебя поддержатся! Когда тренируешься, они у тебя есть! И растут, если ты тогда делаешь прогрессивные друзья! Если ты просто ничего не делать не будешь! Они просто будут жраться, 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 жраться! А, реально? Да! Это просто как балласт! Они не нужны, типа, организма! Понял? Понял! Но до определённого момента они останутся, конечно! А потом у тебя просто как от генетики зависит! У кого-то будет оставаться больше, у кого-то меньше! Но тебе легко будет набрать! Первых там, первых два-три месяца, что нет? Да! Первых будет вообще ничего! Ты за год нормально можешь набрать! Просто главное не протискать! Ну... Не знаю, типа, мне кажется, если я вот прям начал бы один день хотя бы сходил, Всё! Я бы, типа, ну... Начал бы по-любому! И, типа, я бы не забросил! У меня такая тема, что, блядь, главное начать и само пойдёт! Всё! Это просто дисциплина! От тебя зависит! То есть, тебя нету такого, чтобы, например, кого-то человека заставишь это делать! Типа, насильно ходить, это полная хуйня! Нужно, если у тебя в башке есть какая-то тема! Понял? Ты должен это реализовывать и всё! Не начал бы ты не смеши! Ты чё, не план? Не, реально! Мне вообще похуй, типа, вообще изи! Я сам хочу, типа! Я же не просто, типа, говорю, что там просто так! Я сам хочу это сделать! А тебе вообще легко! У тебя есть куда расти! Ну, просто самая проблема в том, что зал, допустим, только есть вот у вас, допустим! По вас, по-моему! Ну, а что мне одному? Ну, я имею в виду именно с вами! Мне же легче! Мне нужно будет к вам ездить, чем вам ко мне! Легче, типа! Я к этому! Вот! А так, типа, если у вас есть время, я могу ездить к вам и мы будем заниматься! Короче, придумай! Ты можешь вообще в первое время к нам кататься, чтобы у тебя показали, вначале, что тебе делать в первую неделю или две! Даже месяц! Даже месяц! А потом иногда ты можешь просто... А, допустим, в зале, вот я буду что-то делать, вы будете просто стоять смотреть или вы будете тоже заниматься? Да, так смотреть, ты будешь что-то делать, а я буду смотреть! Не! Откуда клеймах поднимать, а я просто буду Verm copying делать! Не я заниматься, вы тоже будете в этом случае! Нет, мы просто тебя будем тренировать и всё! Так, зачем вам просто время, типа, терять? Шо, а шо из такого, б***ь! Вы со злым постоянно тренируемся, приходим! Я сейчас буду стартовать Ну все, давай тогда, делай Кто стримит, посмотри Там Ванек собирался, могу ему написать Нет, посмотри, кто стримит, чтобы дать рейд, я имею в виду Ванек? Есть он? А нет, Ванек уже запустил Реально? Ну все, давайте рейд Ванеку Чатик, увидимся Сейчас будем у Злова еще на Ютубе, да? На Ютубе там заходите, кто-то, если видел вас Кто-то знает, вообще Злова Ай, ну мама Ну вот она меня бьет Фиксируйте Шедлан нахуй, тупой Конченая мразь Дай ему нахуй, пускай блядь Позасет сису А если меня, подожди, а кому? У меня модерация, у меня мейлия забанен А как? А я могу дать попробовать? Ты нет, как будто только у него Я сам дам Кому дать? Инвайта ты не сможешь, наверное Ну, строго 1337 Ну ты не сможешь, вроде Ну попробуй Есть? Смогу, говорит Да ну нахуй, у тебя все есть доступ Попробуй Рейд на канал запущен Ой, инвайт Инвайт легенда, Макс Больше инвайту привет передать, он хотел тебя привет Инвайту привет О, найс Все, пошел, да? Уже идет Найс Все, всем сладких снов Все, вас любим, целуем Давайте всем до завтра Там, когда там чикс Ты книгу читал? Я твою читал, знаешь, кого? На, нихуя Он, кстати, когда пьяный ебашит, да? Серьезно Ну вы тоже Все, всем пока, целуем, любим Спасибо, что были с нами Вон, братьки Сейчас, всем пока Огромный нахрен Они после тюрьмы обычно нас не будут в жопу Шутка, тише Ты успокойся Все, давайте, всем пока Увидимся, кто будет у Злова на Ютубе У Злова Если что, там увидимся в другой день Все, целую всех Давайте, всем пока Всем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok